И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. В данном видео мы с вами поговорим о высказываниях одного крайне условного политика, имеется в виду, премьер-министра Армении Пашиняна, и действительно, политика с большой буквы, как мы бы к нему бы не относились, Владимира Владимировича Путина, президента России. Сейчас многие спросят, что же может связывать данных политиков в их высказываниях. Ну что ж, давайте приступим к данной теме. Не столь давно Пашинян высказался о том, что хотел бы, чтобы Россия продавала газ для Армении в рублях. Для того, чтобы, опять-таки, не выглядеть голословным, как я люблю высказываться, я представлю вашему вниманию статью Пашинян, Армения хотела бы закупать российский газ в рублях, а не долларах. Интересное высказывание, согласитесь. При этом, учитывая то, что на территории Армении очень часто создаются проблемы для российских компаний. Словно бы действительно Армения собирается через вот эти осуществляемые проблемы для российских компаний взять Россию за горло. Но это смешно, учитывая, что армянский рынок, в общем-то, не блещет. И не настолько заинтересовывает Россию, как рынок, допустим, Азербайджана, Белоруссии и так далее. Но дело не в этом. Пашинян делает вид, что не понимает, что для того, чтобы Россия продавала Армении газ за рубли, Армения должна стать частью России, потому что существуют международные законы о продажах. Не так ли? Тем более, учитывая то, что Пашинян опять-таки делает вид, что не понимает, что газ – это основное средство, можно сказать, развития России, так же, как и нефть. И продавать в рублях России крайне невыгодно, хотя бы учитывая то, что российский рубль и так сейчас, на данный момент, является вымирающей валютой в связи с падением цены на нефть, на газ и так далее. Данное высказывание говорит о многом. Не так ли? Я боюсь озвучить свое мнение, но, наверное, многие со мной согласятся. Пашинян, видимо, подготавливает армянское население к присоединению Армении как территории к Российской Федерации, потому что данное высказывание иначе трактовать невозможно. Тем более, не секрет, что в России проживает армян больше, чем в самой Армении. То есть, можно сказать, что даже большая часть населения Армении и так является практически, условно говоря, гражданами России. То есть, это крайне легко сделать. Осталось только официально подписать бумагу. Да и бумагу подписывать не надо, учитывая, что когда-то те территории, на которых находится нынешняя Армения, были переданы Иранам вечное пользование. И недаром, наверное, армянские власти не выступают против заснос памятника Николаю Первому. Тому самому, кому и были переданы данные земли. Все это, конечно, косвенные, скажем так, аспекты. Но каждый из этих аспектов говорит о том, что под ними существует определенная база, реальная база для дальнейшего присоединения Армении как части Российской Федерации. Территориальной части. Но давайте продолжим. Теперь некоторые спросят, а при чем здесь Путин? В данных высказываниях Пашиняна и в тех планах, которые, на мой взгляд, Пашинян по неволе тихой сапой озвучивает. И зачем тогда Армения мешает фирмам и организациям действовать на территории Армении? Этот момент я тоже постараюсь осветить, оба эти момента. Но давайте вначале осветим, зачем же Пашинян в этом случае создает проблемы для компаний. Ответ крайне простой. выжив с территории Армении на некоторое время российские компании и опустив Армению, скажем так, в экономическом смысле еще ниже, он заставит самих же армян обратиться к Пашиняну о том, чтобы Пашинян подписал договор о присоединении Армении именно к России, как к территории. То есть, через доведение Армении до точки ниже критической, он заставит армянский народ согласиться с данным направляющей. Таково мое мнение. А теперь давайте перейдемте ко второму вопросу, что же связывает высказывание Пашиняна с высказыванием Путина. Для этого достаточно осветить обращение Путина к участникам в ЕАЭС. Он говорил о многочисленных проблемах в развитии данного в общем-то нерожденного до конца дитя, имеется в виду ЕАЭС. Говорит о проблемах о многочисленных аспектах, которые не дают развиваться данному союзу. Говорит о том, что тихой сапой намекает о том, что в некоторых республиках входящих в ЕАЭС происходят некоторые действия, которые мешают скажем так, работе фирм и учреждений скажем так, из других стран входящих в ЕАЭС. Видимо, здесь намек идет на Армению. Потому что, как вы, наверное, знаете, у многих фирм, российских фирм, на территории Армении создаются многочисленные проблемы для их дальнейшей, скажем так, для их дальнейшей работы на территории Армении. То есть, это тихий камень в адрес Армении. То есть, это по неволе лишний раз подчеркивает правоту, что, скорее всего, премьер-министр Армении и действует специально и умышленно для осуществления более радикальных действий со стороны Путина со временем, выжимая российские фирмы. При этом намекая о том, что он бы хотел, чтобы газ продавался в рублях. То есть, намекая при этом Путину, что не волнуйтесь, мы хотим вступить именно как часть России. Я так понимаю. по-другому и выступление Путина, и заявление Пашиняна я понять не могу. Потому что Пашинян не может не понимать, что Путин никогда не будет продавать газ за рубли, тем более учитывая, что рубль обесценивается. Он не может этого не понимать. А раз он понимает, значит, он намекает Владимиру Владимировичу о том, что Армения рано или поздно вступит в состав России, как часть России. Если кто-то со мной не согласен, попробуйте как-нибудь опротестовать данное заявление. Думаю, что навряд ли у вас это получится. Опять-таки, в выступлениях Путина об его обращении в ЕАЭС во всем, скажем так, о российском пространстве интернета очень много статей посвящено именно к этому обращению Путина. Я прошу всех своих зрителей прочитать хотя бы некоторые из них и как-либо озвучить свое мнение в виде форме комментариев под моим данным видео. Также я бы хотел, чтобы без мата и оскорбления свое мнение выразили и представители армянского народа. Я не говорю про радикальное армянство, потому что радикальное армянство выражать свои мысли именно свои мысли, не продиктованные им их хозяевами, не может. Кстати, я еще раз перечислю те факты, которые свидетельствуют о правоте данной моей мысли в отношении того, что Пашинян готовит Армению к сдаче армянской территории России. Первое. Выжимание с территории Армении российского крупного бизнеса, прекрасно понимая, к чему это может привести в отношении падения армянской и так едва существующей экономики. Второе. Антироссийские высказывания, за которые не наказывают на территории Армении, тоже может взбесить российский бизнес элиту в закрытии вентиля, финансового вентиля по поставкам финансов в Армению. с одной стороны. С другой стороны, этот же самый Пашинян просит, заявляет о том, что хорошо было бы, если Россия продавала бы газ Армении, поставляла бы газ Армении за рубли. Интересно. Есть еще одно свидетельство, подтверждающее мою мысль. Это то, что армянские власти делают вид, что не замечают то, что на территории Армении в Гюмри стоит памятник Николаю Первому, тому самому русскому царю, которому были переданы те самые земли, на которых сейчас находится так называемая Армения. Вечное пользование. Я подчеркиваю, вечное пользование. То есть, вне зависимости даже от строя. Потому что вечное пользование это означает одно, что бы не было, эта территория должна была остаться российской. Как-то так, дорогие друзья. На этом, пожалуй, я закончу данное свое видео. Да, единственное, что хочу обратиться к своим зрителям, к тем, кто захочет оказать поддержку каналу. Пожалуйста, напишите мне на почту, потому что некоторые, опять-таки, не понимают, как это осуществить, а поддержка в такое тяжелое время, как так называемая пандемия, к сожалению, в тройде необходимо. На этом все. Пишите на почту, те, кто захочет оказать поддержку, и мы уже определимся в отношении, как это осуществить. также хочу сказать, чтобы подписывались на канал, те, кто не подписаны, те, кто уже подписаны, проверяли подписку, потому что такое бывает, что подписка слетает, писали бы комментарии, ставили бы лайки и дизлайки, приглашали бы друзей и знакомых. Всем до свидания, и заранее спасибо. До свидания.